МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева, и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! В рамках федерального проекта «Мы вместе» Общероссийского народного фронта в пятницу 24 апреля в наш город прибыла машина с гуманитарной помощью для малоимущих пожилых граждан старше 65 лет. Примечательно и то, что этот набор сформирован исключительно из продуктов, производимых в нашей республике. Это различные крупы, макаронные изделия, растительное масло, чай, сладости. Силами активистов Янаульского волонтерского штаба буквально за полчаса автомобиль был разгружен. Параллельно в фойе Дворца молодежи шла расфасовка продуктов и формирование наборов. Участие в акции принимают более 100 неравнодушных янаульцев. 16 апреля в нашей республике малоимущие пожилые граждане старше 65 лет начали получать бесплатные продуктовые наборы. Эта помощь осуществляется благодаря Общероссийскому народному фронту в рамках акции «Мы вместе». Стоимость продуктовых наборов составляет 500 рублей. В кратчайшие сроки силами волонтеров постараемся довести до получателей. Очередной день чистоты организовали в нашем районе 22 апреля. В условиях режима самоизоляции он прошел не совсем обычно. На борьбу с мусором вышли только работники коммунальных служб и тех организаций, что работают в условиях карантина. Большая часть работ по созданию опрятного и чистого вида нашего города сегодня легла на плечи сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства. Если раньше свою лепту вносили и простые жители, то этот месяц внес свои коррективы. В настоящее время ведется побелка бордюров, деревьев и цоколей, уборка придворовых территорий и улиц. Данные работы работники жилищно-коммунального хозяйства будут продолжать и планируется завершение работ ближе к майским праздникам. Участвует порядка 150 человек. Это у нас все работники, в том числе уборщицы лестницы клеток, дворники, бригады слесарей, маляров, все рабочие. Мы как жилищно-коммунальное хозяйство работаем в последненном режиме и работа такая же, то есть так же в повседневном режиме у нас все это убирается. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, то есть у них имеются и маски, перчатки, соблюдают дистанцию, социальную дистанцию, так называемую. В честь 75-летнего юбилея нашей победы в Великой Отечественной войне работниками ООУ ЖКХ была выполнена малая архитектурная форма, так называемая звезда, которую решено было установить на перекрестке улицы Азельной и улицы Советской, для того, чтобы данный МАФ радовал горожан и гостей нашего города. День чистоты активно провели и в детском саду Рябинка. Сотрудники очищали территорию, убирали прошлогоднюю листву и мусор. По словам участников субботника, настроение хорошее, работа на свежем воздухе приносит положительные эмоции. Несмотря на то, что наши дети находятся на дистанционном обучении, наши воспитатели занимаются с ними через интернет, Несмотря на все это, наши сотрудники вышли на уборку всей территории. При этом соблюдается масочный режим в перчатках и дистанция. Убираем мы все территории от старых веток, листьев, попозже займемся побелкой бордюров, деревьев, приведем всю территорию в порядок. Хотелось бы встретить наших детей в чистом, уютном детском саду. Не остались стороне и специалисты городской администрации. На закрепленной территории мусора накопилось много. Уборка пришлась как нельзя кстати. Как и во всех организациях района, в условиях карантинного режима соблюдаются все требования. Масочный режим, наличие перчаток и социальное дистанцирование. Собираем с правой стороны дороги и с левой стороны до забора кладбища и вплоть до заворка. У нас на работе осталось только приемных человек дежурить на телефоне. И все остальные вышли на территорию по уборке. Мы собираем весь мусор в мешкотару, собираем на кучу и потом чуть позже будет выезжать с транспортной организации с нашей. По сбору мусора, мешковой мусор будет собран и отвезен на полигон. Мы рады навести порядок на прилегающих территориях. Это чистота для нас, для самих, для города. Я думаю, это все правильно. Надо проводить такие мероприятия. Каждый участник этого дня внес свой вклад в общее дело, поддержание чистоты и создание общего благоустроенного вида нашего города и района. А значит, к следующему дню чистоты работы будет чуть меньше, а сам Янаул будет еще чище, аккуратнее и зеленее. Гульнара Сиддик, Каванил Сафин, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Во вторник, 21 апреля, свой профессиональный праздник отметили сотрудники муниципалитетов. Это работники органов местного самоуправления, городских округов, поселений, муниципальных районов. Их работа не прекращается даже в условиях режима самоизоляции. В свой праздничный день депутаты районного совета решили провести благотворительную акцию – помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Продуктовые наборы получили 39 детей. Депутаты разделились на несколько групп. У каждого в списке адреса нуждающихся в городе и районе. В семье Хатмулиных из села Прогресс шесть детей. Визит гостей стал для них приятной неожиданностью. А полученные продуктовые наборы – это ощутимый вклад в семейный бюджет. В условиях карантина депутаты вновь напомнили о том, как важно соблюдать режим самоизоляции и беречь здоровье. Сегодня все выехали с утра по городу Янаул и Янаулевскому району. Раздаем продуктовые наборы количеством 39 штук. Для нас это очень нужная вещь. Это не только для нас, а для каждого человека. помочь в эти трудные дни. Как в России объявлена та же акция, мы вместе все это победим. В продуктовом наборе у нас продукты питания. Наименование 13 наименований. Там разные продукты, включая сладости для детей. И, естественно, продукты ежедневного спроса. Также призываю всех, кто может помочь в эти трудные дни предпринимателям, организациям. Помочь трудным вот таким семьям, благополучным семьям. Также у нас в районе идет акция тоже кому старше 65 плюс и малоимущим детям. Следующий пункт на остановке улица Мажита Гафури, города Янаул. У Эльвера Халиулина четверо детей. Своих дочерей она называет маленькими принцессами. Самая младшая из них скоро исполнится 3 года. Как признается, полученные продуктовые наборы это ощутимая помощь. А для девочек события неожиданные и радостные. Условия карантина сейчас тяжеловата, так как дети привыкли в общении с учениками и с друзьями, как они, и учителя еще. А так стараемся. Мы как бы счастливо, дружно живем, позитивно у нас каждый день, как позитив и, как вам сказать, все хорошо у нас. Особенно приятно, что малоимущим помогают, многодетным. Побольше такой помощи. И дай Бог всем здоровья, чтобы все были здоровы, счастливы, берегите себя и близких. Подобную акцию в условиях карантина депутаты провели впервые. Но планируют, что и впредь будут оказывать посильную помощь, особенно той категории жителей нашего района, что стало самой уязвимой в режиме самоизоляции. Гульнара Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Глава Башкортостана Ради Хабиров провел еженедельное оперативное совещание 20 апреля в Доме республики. На нем обсудили меры по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции. Руководитель региона напомнил, что с понедельника все стационарные учреждения социального обслуживания закрыты на карантин. Школьники республики продолжают учиться в дистанционном режиме. По словам министра образования и науки Республики Башкортостан, онлайн-уроками удалось охватить 380 тысяч детей. Это 80% учащихся. На поля республики свою технику вывели аграрии из 49 районов республики. В 15 муниципалитетах начался яровой сев. По словам руководителя Минсельхоз Республики Башкортостан, темпы весеннеполевых работ в 2020 году вдвое превышают прошлогодние показатели. В этом году республиканская акция «Зеленая Башкирия» пройдет с 25 апреля по 1 мая. В ходе акции высадят более 50 тысяч деревьев, крупномеров и кустарников. Из-за сложной эпидемиологической обстановки граждан к участию в акции привлекать не будут. Посадкой деревьев займутся сотрудники муниципальных коммунальных служб и управляющих компаний. Борис Беляев призвал жителей поддержать акцию. Желающие могут посадить. Деревья и кустарники на своих участках. Сделать фото или рисунок и выложить в социальных сетях с хэштегом «Зеленая Башкирия дома». Более 7,5 тысяч работодателей Башкортостана зарегистрировались на портале «Работа в России» с 26 марта по 17 апреля. В базу федерального портала попали около 500 тысяч жителей региона, сотрудников зарегистрированных предприятий. Общее число больных по стране выросло до 68 тысяч 622. Поправились 5 тысяч 568 человек. Жертвами заболевания стали 615 россиян. За сутки в России зарегистрировали 5 тысяч 849 пациентов с COVID-19. 60 человек умерли, 677 вылечили, сообщили в оперативном штабе. В большинстве регионов действует режим повышенной готовности. Гражданам рекомендовано оставаться дома. По оперативным данным на 24 апреля в Башкирии сейчас насчитывается 455 больных коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 33 случая заражения. 19 человек выздоровели. Общее число выздоровевших в республике составило 57 человек. Погибших 14. О ситуации в нашем районе расскажет врач-эпидемиолог Учачак Нурулина. Эпидемиологическая ситуация в Виноульском районе стабильная. Отмечается сезонное снижение заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано 70 случаев ОРВИ, из них у 25 детей. На 24 апреля по Янаульскому району зарегистрировано 4 подтвержденных случая COVID-19. Из них 2 пациента получают необходимую специализированную медицинскую помощь в инфекционном госпитале города Нефтекамска. И 2 пациента с положительным результатом на COVID-19 выписаны из РКБ имени Куватова и наблюдаются на дому. Кроме этого, при проведении забора мазков у привыкших граждан из регионов РФ с признаками респираторного заболевания получены первые положительные результаты мазков на COVID-19 у трех лиц, которые сейчас направлены в референсную в вирусологическую лабораторию. Эти граждане сейчас находятся на самоизоляции на дому под наблюдением медицинских работников и получают необходимую медицинскую помощь. Медицинские работники продолжают работу по забору мазков в контактных лиц у прибывших из РКБ имени Куватова, из Нефтекамской городской больницы, у приезжающих из регионов РФ с признаками ОРВИП, также завершили забор мазков из ротоглотки у сотрудников и получателей социальных услуг в психонефрологическом пансионате. 29 апреля запланирован забор мазков у сотрудников коррекционной школы. Все лечебно-профилактические учреждения района работают в режиме повышенная готовность. Обращаю внимание населения, соблюдайте меры самоизоляции, носите маски и без необходимости не выходите из дома. Обращаю внимание, у кого появились признаки респираторного заболевания, повысилась температура тела, просим не приходить в лечебное учреждение, а звонить по номеру телефона 54489 в неотложную медицинскую помощь в рабочие дни, а в выходные и праздничные дни в отделении скорой медицинской помощи. К вам придут медицинские работники на дом. Прибывшие из других регионов граждане соблюдайте самоизоляцию на 14 суток, проинформируйте медицинских работников о своем прибытии. От сознательности и ответственности каждого из нас с вами зависит благополучие нашего района. Всем здоровья и терпения. Четвертую неделю жители нашей республики находятся на вынужденной самоизоляции. Если первые дни такого домашнего пребывания многие восприняли как приятные каникулы и отдых в кругу семьи, то сегодня у многих возникает вопрос, чем заняться и как провести время с пользой для ума и тела. И тут на помощь приходят онлайн-волонтеры, готовые научить вас петь, танцевать и даже рассказать сказку на ночь. Есть такие активисты и в нашем городе. Имя Наргизы Фатаховой у многих иноульцев ассоциируется с театральной студией. Правда, сейчас все репетиции с юными актерами пришлось приостановить. Но Наргиза не из тех, кто привык унывать и сидеть без дела. Она с легкостью освоила онлайн-пространство и теперь все желающие могут побывать на кукольном спектакле или в театре теней, не выходя из дома. Изначально эти прямые эфиры мы уже вели до самоизоляции вот этой. Но когда появилась самоизоляция, у нас ребенок перестал ходить в садик. И я стала думать, чем же ребенка занять, потому что он страдал безделие. Решили проводить вот эти вот сказочки вместе показывать, потому что у меня есть и теневотеатр, и кукольный вот этот театр и Пальчиковый. Вроде сыну понравилось, но я думаю, была ему польза, чтобы и другие люди тоже могли на это посмотреть. И помимо сказочек вот этих всех, мы проводим также мастер-классы, обучаем людей, как вообще изготавливать куколки маленькие в домашних условиях, чтобы ребенок смог помочь. Вот эти бэби-спектакли я начала проводить, получается, где-то в марте при студии, вот потом дома решили проводить. Мне помогает муж, он сидит и за музыкой, и за телефоном, за прямым эфиром, и по сценарию тоже все смотрит. Если что-то не так, он мне подсказывает. Когда провела первый прямой эфир, людям понравилось, и они просили дальше, вот пишут, допустим, спрашивают меня, что дальше будет, какая дальше сказка, что посмотреть. И если днем основные зрители Наргизы мамы с малышами, то вечером у экранов гаджетов собирается мафия дешкалят. Шестилетняя Алина Шагиева внимательно наблюдает за всеми приключениями гусенички-гуси. Она, как и все ее сверстницы, просто обожает сказки. Признается, что немного скучает по насыщенным будням в детском саду и друзьям. Сказки на ночь поднимают настроение и помогают настроиться на сон, отмечают психологи. Там птица была, и хотела съесть гусеничку. И они спрятали гусеничку. Сделали ложками громкий звук, и она улетела. Сказка была веселой. Понравилась тебе? Да. А ты еще будешь такие сказки посмотреть? Да. Онлайн-волонтером стал и наш коллега-оператор эфира Айдар Садыков. Он с удовольствием обучает всех желающих элементам уличных танцев, делится секретами выполнения сложных элементов и с нетерпением ждет, когда сможет встретиться с учениками уже на большой сцене. В пятницу, 24 апреля, начался священный по мусульманскому календарю месяц Рамадан. Первый таравих-намаз был прочитан ночью 23 числа. Из-за распространения в мире коронавируса в этом году аравих-намазы возможно совершать лишь в домашних условиях. Традиционную проповедь имама верующим тоже рекомендуют слушать онлайн. Завершился 30-дневный пост 23 мая. А на следующий день наступит праздник разговения у Роза-Байрам. Со словами поддержки к мусульманам обратился имам Мухтаси Пьенаульского района Фагим Валеев. В настоящее время очень неприятное, очень нехорошее явление – это болезнь. Не только у нас, во всем земном шаре. Поэтому нам необходимо тоже особенно быть осторожным в этом плане. Поэтому муфтехотряд Айнур Бергалин своим указом запретил в мечетях проводить такие общественные мероприятия. Только дома необходимо проводить. И даже диноза, когда последний путь провожает человека, там тоже необходимо соблюдать осторожность. Только родственники и считанные количества людей также участвуют там. Имам, тем более ответственный за эту работу, он должен соблюдать все правила безопасности. Он за это несет ответственность, чтобы болезнь переходить от человека к человеку, не дай Бог. Вот таким образом все мероприятия проводятся согласно указаниям муфтехотряды, согласно указаниям руководителя республики. Мы должны соблюдать все эти правила, чтобы быть живыми, здоровыми. И 23 мая вместе проводить, встречать и проводить Байрен, Ураза, Айтен. И это, пожалуй, все новости к этому часу. Оставайтесь с нами, берегите себя. Встретимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok 25 апреля. Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году на Эльбе произошла встреча советских и американских войск. Рота советского лейтенанта Голобородька и разведгруппа американского лейтенанта Кацебу встретились в 13 часов 30 минут в районе города Таргау. Рукопожатие на Эльбе стало ярким символом боевого братства наших стран в годы Второй мировой войны. Нацистская Германия была расколота на две части – северную и южную.